Белый медведь На просторах Северного Ледовитого океана живут медведи, шкура которых имеет белый цвет. Дальнего родственника бурого медведя так и называют белый медведь. Белый медведь имеет много других названий. Это и полярный медведь, северный медведь, морской медведь, ушкуй, умка. Это чукотское название взрослого самца белого медведя. Белого медведя природа позаботилась укрыть теплым мехом белого цвета. Иногда он разбавляется желтыми пятнами. В этом виноваты яркие летние солнечные лучи, воздействующие на медвежью шубу таким своеобразным способом. Белая окраска позволяет плодыке Арктики маскироваться во время охоты. От холода белого медведя спасает не столько мех, сколько толстый слой подкожного жира, который может достигать до 10 сантиметров. Белые медведи – самые крупные хищники на нашей планете. Длину их тела достигает 3 метров, а вес доходит до 700 килограммов. Несмотря на свой внушительный вес, медведи даже на суше быстрые и ловкие, а в воде хорошо плавают и ныряют. Охотятся в основном на водоплавающих обитателей Северного Ледовитого океана. Их добычей становятся нерпы, тюлени, морские зайцы. Завладев добычей, полярный медведь поедает только шкуру и сало, а остальную тушу оставляет нетронутой. Белые медведи обладают острым зрением и отличным обонянием, что позволяет им издалека обнаруживать добычу. В поисках пропитания белые медведи перемещаются на значительные расстояния. Белый медведь любопытен и нередко появляется в местах обитания людей. Но агрессии по отношению к человеку, как правило, не проявляет, и в случае встречи с людьми старается уйти в освояси. В отличие от своих собратьев бурых медведей, белые медведи практически никогда не впадают в зимнюю спячку. Исключение составляют только самки, которые ждут появления потомства. Будущие мамы-медведицы заранее заботятся о том, чтобы подготовить себе уютную берлогу, которую они выкапывают лапами в снегу на острове Врангеля или архипелаге Франца Иосифа. Забравшись в берлогу, медведицы засыпают на несколько месяцев. Во время спячки на свет появляются крохотные медвежата, которые совершенно беспомощны в первые два месяца жизни. Они питаются молоком матери до тех пор, пока не окрепнут, и лишь только после этого выбираются вместе с мамой медведицы из берлоги. В течение полутора лет медвежата учатся у матери добывать себе пищу, и лишь по прошествии этого срока становятся самостоятельными. В поисках пропитания белые медведи перемещаются на значительное расстояние, путешествия по льдам Северного Ледовитого океана. Белый медведь издавна является популярным персонажем сказок у народов Севера. Ну а к детям приходит белый медвежонок Умка из одноименной сказки Юрия Яковлева «Умка», который только начинает познавать мир. Маленький медвежонок добрый, наивный и, конечно, любознательный, как все дети. У него есть мудрая и справедливая мама, он находит себе друга, мальчика, и, безусловно, в белых льдах Арктики с ним происходят приключения. Я предлагаю послушать отрывок из сказки «Умка». Умка проснулся от того, что у него зачесался нос. Приоткрыть глаза, вся берлога залита нежным голубоватым светом. Голубым не были стены, потолок и даже шерсть большой медведицы была голубой, словно ее подсинили. «Что это?» – спросил Умка и сел на задние лапы. «Солнце?» – ответила медведица. «Приплыло!» «Зашло!» «Оно голубое с рыбьим хвостом?» «Оно красное, и никакого хвоста у него нет!» Умка не поверил, что солнце красное и без хвоста. Он принялся копать выход из берлоги, чтобы посмотреть, какое солнце. Слежавшийся плотный снег не поддавался. Из-под когтей летели белые ледяные искры. И вдруг Умка отскочил. Яркое красное солнце ударило его ослепительным лучом. Медвежонок зашмурился. А когда снова приоткрыл глаза, ему стало весело и щекотно. И он чихнул. И, обдирая бока, выбрался из берлоги наружу. Свежий и упругий ветер с тонким свистом дул над землей. Умка подставил нос и почувствовал множество запахов. Пахло морем, пахло рыбой, пахло птицами, пахло землей. Эти запахи сливались в один теплый запах. Умка решил, что так пахнет солнце. Веселая ослепительная рыба, которая плавает по верхнему морю. И которой не страшна зубастая акула. Умка бегал по снегу, падал, катался кубарем. И ему было очень весело. Он подошел к морю, опустил лапу в воду и лизнул ее. Лапа оказалась соленой. Интересно, верхнее море тоже соленое? Потом медвежонок увидел над скалами дыл. Он очень удивился и спросил белую медведицу, что там? Люди, ответила она, а кто такие люди? Медведица почесала за ухом и сказала, люди это такие медведи, которые все время ходят на задних лапах и могут снять с себя шкуру. И я хочу, сказал Умка и тут же попытался встать на задние лапы. Но стоять на задних лапах оказалось очень неудобно. Ничего хорошего в людях нет, успокоила его медведица. От них пахнет дымом. И они не могут подстеречь нерпу и уложить ее ударом лапы. А я могу, поинтересовался Умка. Попробуй. Видишь, среди льдов круглое окошко в море. Сядь у этого окошка и жди. Когда нерпа выглянет, ударю ее лапой. Умка легко прыгнул на льдину и побежал к полынье. Лапы у него не разъезжались, потому что на ступнях росла шерсть. Он был в валенках. Медвежонок добрался до полыньи и залег у ее края. Он старался не дышать. Пусть нерпа думает, что он не Умка, а снежный сугроб. И что у сугроба нет ни когтей, ни зубов. А нерпа-то не появлялась? Вместо нее пришла большая медведица. Она сказала. Ничего ты не умеешь делать. Даже нерпы поймать не можешь. Здесь нет нерпы, рыкнул Умка. Есть нерпа, но она видит тебя. Закрой лапой нос. Нос? Лапой? Зачем? Умка широко раскрыл маленькие глаза и удивленно смотрел на мать. Ты весь белый, сказала мама. И снег белый, и лед белый, и все вокруг белое. И только твой нос черный. Он тебя выдает. Закрой его лапой. А медведи, которые ходят на задних лапах и снимают шкуру, тоже прикрывают носы лапой? Поинтересовался Умка. Медведица ничего не ответила. Она отправилась ловить рыбу-сайку. На каждой лапе у нее было по пять рыболовных крючков. С появлением солнца для Умки началась интересная жизнь. Он бегал по льдинам, взбирался на скалы и даже окунулся в ледяное море. Ему хотелось встретить странных медведей, людей. Он все расспрашивал о них медведицу. А в море они его не водятся? Мать покачала головой. Они утонут в море. Их мех не покрыть жиром. Сразу обледенеет. Станет тяжелым. Они водятся на берегу возле дыма. Однажды Умка улизнул от большой медведицы и, прячась за скалы, отправился в сторону дыма, чтобы повидать странных медведей. Он шел долго, пока не очутился на снежной полянке с темными островками земли. Умка приблизил нос к земле и втянул в себя воздух. Земля пахла вкусно. Медвежонок даже лизнул ее. И тут он увидел незнакомого медвежонка на двух лапах. Рыжеватая шкурка блестела на солнце, а на щеках и на подбородке шерсть не росла. И нос был не черный, розовый. Выбрасывая задние лапы вперед, Умка побежал к двуногому медвежонку. Незнакомец заметил Умку, но почему-то побежал не навстречу, а пустился на утек. Причем бежал он не на четырех лапах, как удобнее и быстрее. А на двух задних, передними же размахивал без всякой пользы. Умка поспешил за ним. Тогда странный медвежонок, не останавливаясь, стянул с себя шкуру и бросил ее на снег. В точности, как рассказывала медведица. Умка добежал до сброшенной шкуры, остановился, понюхал. Шкура была жесткой, короткий ворс поблескивал на солнце. Хорошая шкура, подумал Умка, только где же хвост? А незнакомец с тем временем отбежал довольно далеко. Умка пустился вдогонку. И потому что он бежал на четырех лапах, то скоро снова приблизился к двуногому. Тогда тот бросил на снег передние ступни. Ступни были без когтей. Это тоже удивило Умку. Потом двуногий медведь сбросил голову. Но голова оказалась пустой, без носа, без пасти, без зубов, без глаз. Только большие плоские уши болтались по сторонам, и у каждого уха тоненький хвостик. Все это было очень интересно и любопытно. Умка, например, не мог бы сбросить шкуру или пустую голову. Наконец он догнал двуногого. Тот сразу упал на землю и замер, словно хотел подстеречь нерпу. Умка наклонился к его щеке и понюхал. От странного медведя пахло не дымом, от него пахло молоком. Умка лизнула его в щеку. Двуногий приоткрыл глаза, черные с длинными ресницами. Потом встал и отскочил в сторону. А Умка стоял на месте и любовался. Когда же к Умке потянулась лапа, белая, гладкая, совсем без шерсти, медвежонок даже заскулил от радости. Потом они шли вместе по снежной полянке, по земляным островкам, и двуногий медвежонок подбирал все, что он побросал. Он надел на свою голову пустую с плоскими ушами, натянул на лапы ступни без когтей, и влез в шкуру, которая оказалась без хвоста, даже без маленького. Они пришли к морю, и Умка предложил своему новому другу искупаться. Но тот остался на берегу. Медвежонок же долго плавал, нырял, и даже поймал на коготь серебристую рыбку. Но когда вышел на берег, нового знакомого не оказалось на месте. Наверное, он убежал в свою берлогу. Красная рыба солнца плыла по синему верхнему морю небу. И был большой бесконечный день. Тьма совсем исчезла, а берлога начала таять и заполнялась голубой водой. Но когда есть солнце, берлога не нужна. Льды отошли далеко от берега, и нижнее море стало чистым, как верхнее. Однажды большая медведица сказала, «Пора, Умка, перебираться на льдину. Мы поплывем с тобой по всем северным морям». «А двуногие медведи плавают на льдинах?» – спросил Умка. «Плавают», – ответила мать, – «только самые смелые». Умка подумал, что, может быть, он встретит своего нового друга на льдине в северных морях, и тут же согласился перебраться на новое место. Но перед тем, как отправиться в путь, спросил на всякий случай, «Акула меня не съест?» Медведица тихо зарычала, засмеялась. «Ты же не печальная рыба солнца, ты же белый медведь». Мать и сын подошли к воде, оглянулись на родные места и поплыли. Впереди медведица, за ней Умка. Они плыли долго по холодному морю. В теплых шкурах, смазанных салом, им было тепло. Вдалеке показалось белое поле льдов. Умка с матерью, как все белые медведи, стали жить на льдинах. Они охотились, ловили рыбу, а льды все плыли и плыли, унося их дальше от родного берега. Пришла зима. Веселое рыбосолнце уплыло куда-то по верхнему морю, и опять стало надолго темно. В полярной ночи не видно ни Умки и ни медведицы. Зато в небе загорелись яркие северные звезды. Появились два звездных ковшика. Большой ковшик – большая медведица, маленький – малая. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова